Ребята, всем привет! Прическа у меня просто самая топовая, самая лучшая. Не обращайте на неё внимания, я ещё не успела причесаться, зато успела накраситься. У меня на ручках сидит вот такой вот маленький малыш. У нас дома очень холодно, это просто кошмар, потому что отопление до сих пор не включили, а на улице уже холодно, уже осень прям конкретная. И я постоянно чихаю, несмотря на то, что я постоянно хожу в тёплых носках, в тапочках, это не помогает. Сплю я вообще в шерстяных пижамах, кошмар. Короче, я только что выставила новый влог. Сегодня я встала опять поздно, меня это жутко раздражает, всё это из-за сериала, форс-мажоры, потому что у нас там страсти накаляются, конец уже, ну не конец, короче, у нас ещё... Сегодня у меня нет никаких планов, ну, только те планы, которые я сама себе могу придумать. Мне очень холодно, господи, боже, короче. Сейчас я еду к маме, недавно она была в оптике и прошла осмотр, потому что у неё стало не очень хорошее зрение. И офтальмолог посоветовал моей маме линзы от компании Купервижн, вот они. Это Clarity One Day Multifocal. У меня мама очень боялась пользоваться линзами, но врач показал и рассказал, как правильно это нужно делать, как правильно их носить. Оказалось, что в этом нет ничего сложного, линзы это очень просто, а главное, удобно. Поэтому мы их сразу заказали, и сейчас я уже приехала к маме, чтобы дать ей линзы. Мам, угадай, что я тебе привезла? Что? Линзы я тебе привезла, твои. Спасибо, моя солнышко, спасибо большое. Мартышка к старости слаба глазами стала. Да ладно, теперь у меня будет всё в порядке. Спасибо. И я рада, что ты решилась, наконец-то, на линзы, потому что, ну, с очками прошлый век, мне кажется, ходить неудобно. Да, я хожу в очках частенько, поэтому теперь у меня есть линзы. Ну, теперь ты не боишься их носить? Нет, не боюсь. Ну, а так что, ребят, вы тоже не бойтесь. Ребят, если вы тоже хотите носить линзы, то обратитесь к специалисту в оптику, он проверит ваше зрение, состояние ваших глаз и подберёт вам те линзы, которые подойдут идеально именно вам. Поэтому не тяните с этим, ведь это ваше здоровье и взгляд на жизнь вокруг вас. К тому же сейчас Купервижн проводит крутой конкурс Clarity One Day. Ребят, у вас есть возможность подобрать в оптике линзы Clarity One Day от Купервижн и стать участником масштабного конкурса и получить крутые призы. iPhone SE, GoPro Hero 8, Sony PlayStation 4 Pro и беспроводную колонку от Sony. Для участия вам нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать оптику с сайта, купите в ней две упаковки Clarity One Day, отправьте кассовый чек покупки организатору конкурса и получите подтверждение об участии и все детали конкурса. Так, ребят, я уже еду обратно домой от мамы, и я в шоке с того, как же быстро сейчас темнеет. От меня это просто вводит в какую-то депрессию, потому что я понимаю, что все, во-первых, скоро зима, во-вторых, блин, да сейчас даже семи нет, мне кажется. Блин, нет, почти семь. Ну ладно, все равно уже так темно на улице. В общем, сегодня я буду сидеть дома. Завтра, я не знаю, ничего не планирую, погода ужасная, я чувствую себя из-за насморка не очень хорошо, потому что у нас дома жутко холодно. У нас нет обогревателей дома, таких переносных, знаете, у нас только те, которые включаются зимой или когда они там включаются. У меня во двор есть шлагбаум, который открывается по звонку телефона, либо, ну, через приложение специальное, которое открывает шлагбаум во двор. И, короче говоря, была такая фигня. Меня лишили въезда к себе во двор с одного из трех шлагбаумов где-то на неделю, потому что у них там что-то в компьютере, я не знаю, что случилось. Короче, меня обвинили в том, что якобы я еще не подъехала к шлагбауму, открыла ворота, заехала другая машина, а потом, типа, я заехала уже по их запросу на то, чтобы открыть шлагбаум. Короче, такой бред, я так ругалась с ними, ну, как это сказать, по телефону звонила, типа, участковому, и все такое, разбиралась. Ну, я культурно разбиралась, я не орала, как какая-то сумасшедшая женщина. Короче, мне прислали видео, которое, типа, доказывает то, какая я кончена и, типа, не по закону у двора живу. Прикол в том, что я никогда не открываю шлагбаум, пока я к нему не подъеду впритык, не убедюсь в том, что никто не собирается выезжать из двора, никто не собирается заезжать, типа, передо мной. То есть я никогда заранее не открываю шлагбаум. Это насколько нужно быть, типа, глупым, я не знаю, тупым, чтобы еще, когда ты даже не подъехал к шлагбауму, уже его открывать. Ты же понимаешь, что пока ты едешь, туда может заехать другой. Ну, блин, меня обвиняют в том, что просто нелогично. Они мне присылают видео доказательства, где, типа, короче, очень долго по времени мужик пытается в диспетчеры позвонить и открыть этот шлагбаум. Шлагбаум, чертов, какая-то газель, кто-то заказал машину, пытается долго открыть. Ничего не происходит, долго не получается открыть. Потом шлагбаум открывается, и я прям это помню, реально клянусь, помню, как я еду, вижу, стоит какая-то газель. Я никогда не открываю заранее шлагбаум, только вот пока я впритык к нему не встану, только тогда я беру и нажимаю открыть. И когда я проезжаю, я останавливаюсь, чтобы он закрылся, чтобы никто чужой не заехал во двор, потому что это, типа, закон у нас такой двора, блин, правила. Мне просто было жутко обидно, что меня, типа, обвиняют в том, чего я не совершала. В итоге я не стала бодаться, я просто сказала, что если еще раз такое повторится, то я пойду в суд с вами разбираться, потому что я свои права знаю. Я знаю, что я такого никогда не делаю. У вас там что-то случилось в компьютере? Короче говоря, они мне сказали, что, типа, я открыла шлагбаум вот этой газели, а те люди, которые заказывали пропуск для этой газели, открыли шлагбаум мне. Я говорю, то есть получается так, что вы лишаете меня, а их вы лишите въезда во двор за то, что они, получается, типа, открыли мне, хотя это невозможно. Это просто тупо. Он заехал, я даже это помню, блин, то, что он проехал уже во двор. Я всегда не проезжаю за машиной, я никогда не проскакиваю за другой машиной, потому что это мой двор, я могу сама себе открыть. Ну, то есть это чисто дело принципа. Я не хочу проскакивать, чтобы меня там считали какой-то, типа, не из этого двора, знаете. Это так просто оскорбительно для меня было. И я ему говорю, этому дежурному, то есть вы тех людей, которые якобы пропустили меня тоже, ну, лишаете въезда во двор с этого шлагбаума, он мне такой говорит, у них нет машины, они разовый заказывали пропуск. Я говорю, то есть замечательно, получается, страдаю одна я. Короче, я просто в ярости, у меня просто в тот день пена изо рта брызгала. Вы знаете, я очень эмоциональный человек, и вот эта несправедливость, я-то знаю, что я этого не совершала. Ладно, если бы реально я так сделала, если бы я пропустила какую-то машину, он бы проехал, и мне бы сказали то, что вы нарушили. Я бы просто сказала, блин, ну, жаль, ладно, ничего страшного, ну, нарушила, буду впредь внимательней, и не буду такого совершать. Но я этого не совершала, и знаете, как мне обидно было, что меня лишили моего самого любимого въезда во двор, самый удобный, твою мать, в который я всегда заезжаю, потому что все остальные, они вообще с другой стороны, это мне нужно выехать куда-нибудь там на шоссе, где огромное количество машин, светофоров, пробок, и чтобы попасть ко мне в дом, мне нужно, я не знаю, сколько вертелей накрутить. Ну, короче, это, блин, так неприятно. Я была такая злая, и в тот момент я еще подумала, ах, вы суки, я должна жить в своем доме, я хочу отсюда уехать. Ну, короче, в общем, блин, выбесили они меня, потому что это несправедливо. Привет, ребята, новый день. Сегодня среда, и сегодня я хочу погулять с Евьеной. Честно, больше никаких планов нет на сегодняшний день. Хочется просто пойти в парк, насладиться, наконец-таки, хорошей погодой. Надеюсь, что не будет сильно холодно на улице, ну, потому что выглядит все достаточно тепло. Сегодня я опять поздно встала, я жутко злюсь на себя. Встала я в 11.50, для меня это опять грусть, все из-за того, что мы смотрим сериалы, я не могу остановиться, потом не могу уснуть. То есть мы в 3 часа ночи все выключаем, но я не могу уснуть до 4, еще что-то, всякая фигня, чудица. Вчера я долго не могла уснуть, потому что слушала, как дышит Вивьена. Зайчик мой, ты готова пойти гулять? Пойдем гулять? Гулять. Пошли гулять. Гулять. Пошли гулять. Пойдем? Пойдем гулять. Помнишь, мы вчера договаривались? Пойдем гулять. Пойдешь гулять? Гулять. Вообще, в идеале было бы съездить в собачий магазин, ну, в зоомагазин, и купить Вивьене какую-нибудь кофточку новую. Да, мы шлетки, вот бы тебе новую кофточку. И для этого я бы хотела взять с собой Вивьену, чтобы сразу на ней померить, посмотреть, чтобы не было малого, еще что-то. У нас есть вот такое вот платье, оно самое такое легкое, скажем так, самое, как мне кажется, удобное, но в нем она почему-то чешется постоянно. Итак, ребят, мы приехали в торговый центр вместе с Вивочкой, чтобы выбрать ей наряд, посмотреть шлейку, потому что у нее только, этот, ошейник. Бусики, бусики. Хочешь, игрушки тебе возьмем? Музик мой, ну, музик. Мя-а-а, собачки! На самом деле, выбирать одежду собаки без собаки, ну, это просто ангел. Потому что постоянно на глаз все равно не то. Нужно, чтобы в идеале было, чтобы удобно. Сразу посмотреть на фоне. Все-таки, везде берут свои косточки. Видишь? Сколько добра! Вот эти, любишь? Она сейчас ничего не любит. Она сейчас трясется вся. Ничего не нравится. Это герой моего детства. Ой, большая, мне кажется, очень. Прям как в виде S, как можно. Хочется самое лучшее ей подобрать. Ох, ты вау! Афинеть! Как круто! Ну, она слишком большая, блин. О, смотри, pet friendly. Вот это прикольная надпись. Да пофиг, они все прикольные, но они все большие такие. Но я бы померила. Блин, у них ночь большая. Это Эрика. О, вот поменьше. Вот поменьше. Какой глазастик мой! Эска, это то, что мне нужно. Есть еще такой. Бог, мы с ним будем просто мать и дочь. Да, подвигай. Давай голову свою сюда. Мне уже нравится. Ты что, самолет? Когда я был капюшон на ее голове, а такое ощущение было, как будто ты ребенка держишь. Увида стресс. Все потому, что она не хочет лапу мне свою дать. Изставай. Просто еще вот этот шарик пришается. Блин. Так, присядь, дай я посмотрю. О, класс. Да, это офигенно. Я проверяю. Вроде не давит. Просто она ее жопку не закрывает, понимаешь? Да, она такая типа осенняя. И штаны нужны отдельно, зайцы. Черт, я тебя люблю. Блин, просто. Ну, по размеру вообще-то нормально. Такая ты модница, Вив. Просто кошмар. У нас капюшоном просто отвал всего. Просто отвал. Еще покажись папе. Покажись. Ты пацан, шкет. На районе бандит будет отжимать бабки. А будет отжимать бабки у больших мопсов. Ну да. Судя, пойдем. Молодец. Так. Ну, надо что-то поудобнее рассмотреть еще. Это точно. Ну, конечно, это не просто. А вот есть, знаешь, как будто домашние полжинки. Зачем они нужны? Это вообще в стиле пеленки. Слушай, ты меня не прав. Синяя классная и серая прикольная. Света мне нравится. Бордовая. Хотя у бордовой другая надпись. Так, типа наш ребенок. Капюшон это, конечно, классно, но хочется что-то такое более удобное посмотреть тоже. Тем более она у нас чудо. Почему мы ей всякие наряды не купаем? Да она их не любит, на самом деле, ребят. Если вам это интересно, то все, что она любит, это сидеть дома. Вся мама. Давай, давай, давай. Вот молодец. Ну, вот они какие-то все короткие, как футболки. Она как балахон на ней. Она мне нравится, кстати. Она такая, типа, знаешь, как модница. Подросток. Модный подросток. Ну, давай возьмем. Ну, прикольно. Ты моя, Микки Маус. У тебя здесь должна быть не Микки, а Мини. Мини. Помнишь, у нас есть такое красное? Тоже, типа, новогоднее. Да я знаю, что ты устал. Знаешь, как маме приходится тяжело постоянно все мерить, мерить. Ну, фирма прям называется Йорики. Прям для Йориков. Интересно, а Йорики... О, нифига для ног. Ну, вот это вот другое дело. Так, чтобы жёбку закрывала. Прикол. Берем, да, Вив? Да. Будешь кататься на снежных горках. Ты моя чудо. Вивена в поисках Деда Мороза. Так, пришли в парк. Надели новую Вивену шлейку. Она ей подходит. Стоим вот, смотрим на водичку. Вива уже пять раз поплакала. Мы посидели на лавочке. Вива как ребёнок настоящий. Она чуть-чуть пройдёт, а потом такая, на ручки, на ручки меня возьми. Вив, пошли. Пошли, солнышко, пойдём. Плакся, Вивен. Пойдём, пойдём. Потом вкусняшку дам тебе. Сначала она так радовалась, бежала. У неё хвостик прям весь крутился. А потом, видимо, надоело ей гулять. Виви на знакомство. Вив. И ты общайся давай. Пошли, общайся. Иди, 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 пообщайся. Не бойся, не бойся. Ну чего, иди, подружись. Маленький. А маленькая ещё, да? Да нет, два года. Она у нас просто домашняя, с собачками не особо общается. Просто такая маленькая. Я думаю, у неё ещё дочек. Нет, она уже всё. Она просто мими. Ну чего так, боишься? Ну иди, иди, пообщайся. А у вас взрослая? Да, почти пять лет. Хорошо. И вам тоже. Иди, иди, ну всё. Ты трусиха, Вив. Может, это была твоя подруга лучше? Это был первый раз собачка захотела познакомиться, и сама тебя боялась. А ты опять её испугалась. Да, трусиха. Ну всё, пойдём, пойдём. Хоть какое-то общение, да, Вив? Это просто смешно, что из-за собачек очень часто мы общаемся с незнакомыми людьми. Мы что-то спрашиваем про собак. Типа я как-то с одной женщиной, мне кажется, минут 20 разговаривала. Потому что у неё тоже был Йорик. Итак, ребят, смотрите, что купили мы. Это то, что я искала пипец как долго. Наконец-то, Вив. Теперь мы будем с тобой постоянно вместе. Ты, мамина. Я твоя мама-кенгуру. Поняла меня? Я твоя мама-кенгуру. Это просто восхитительно. Господи, я как будто бы мать, реально. И тут у меня ребёнок. Знаете, для детей тоже такие штуки есть. Всё, в магазине была такая последняя. И вообще её одну только привезли. Тебе нравится, Вив? Теперь я твоя мама-кенгуру. Бедная собачка устала. Кровать у нас не застелена. И всё вот в таком состоянии. Потому что я сейчас буду менять постельное бельё. Я это и планировала. Да, мой сладкий. Ну что, Виву тоже не купала. Потому что, ну, постель всё равно менять. Полы опять всё мыть будем. Да, их? Классные, да, покупки у тебя были? Классные. Вчера, кстати, постирала её игрушки. Может быть, вы заметили на предыдущих кадрах. Ну чего? Ну чего ты царапаешь меня? В общем, периодически стираю её игрушки. Потому что она их жуёт, слюнявит. Это вообще кошачья. Но она её любит. Так, ребят, мне кажется, я часа два лежала просто на кровати. Я прям в одежде залезла под одеяло. Но я вам уже сказала, что я планирую менять постельное бельё. Поэтому мне пофиг. Хоть я буду в грязи с улицей. Вива, иди к маме. Обними маму. Завтра целых два мероприятия у нас. Первое мероприятие от... Ну ты мой сладкий. Первое мероприятие это... Это новая коллекция, коллаборация Тумуд и Портал. Второе мероприятие от журнала. Тоже буду снимать влог завтра. Должно быть какое-то разнообразие. Моя жизнь дома, когда я два дня лежу в кроватке. А, кстати, блин, надо заказать продукты с Акомаркета, а то уже всё съели. Домашняя жизнь и влоги с мероприятий. В пятницу у меня должна быть утром фотосессия с очень крутым фотографом. Мы с ней ещё не работали никогда вместе. Вот, фотосессия будет в центре, около ЦУМа, ГУМа, короче, типа старая Москва. У меня будут всякие наряды такие элегантные. В туфлях буду, скорее всего. Сейчас у нас работает робот-пылесос. Знаете, моя жизнь действительно стала легче с появлением робота-пылесоса. Но это не значит, что я не пылесошу дома, но просто... Ну, это реально удобно и прикольно. Сейчас мне нужно успеть поменять постельное бельё, пока сюда не приехал робот-пылесос. Потому что, когда я буду менять постельное бельё, опять всё налетит. А? А я могу на паузу его поставить? Давай. У меня такой компьютерный гений, зай. Кстати, робот-пылесос всегда включает славу, потому что он сразу к нему подключился, установился. А я прикидываюсь старой бабкой, которая не разбирается в технике. Вит, знаешь, я в восторге от покупок твоих. Слышь? Ты меня слышишь, Вива? Подойди сюда, иди сюда. Подойди. Подойди сюда, я тебе говорю. Вива, подойди сюда. Давай, иди, иди к маме. Эй, Вива, 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 я с кем разговариваю? Вива, подойди сюда. Иди сюда, иди сюда. Подойди. Пиво. Пивочка. Эй. Подойди сюда, иди ко мне. Повернись лицом. Повернись. Вот мой сладенький. Привет. Иногда так тяжело до тебя достучаться. Ты у меня умница, ты у меня прелесть. Будешь сегодня купаться? Помнишь, мы договаривались о чем? Что сначала мы пойдем гулять? Гулять пойдем, а потом будем купаться. Помнишь, мы с тобой о чем говорили? Знаете, что я постоянно прошу ее, чтобы она меня поцеловала, но она не понимает. Вот есть собаки, которые сразу лезут тебе в лицо, начинают облизывать. С одной стороны, мне нравится, что Вива так не делает. Она никогда не лижет лицо. Она никогда не сует свой язык ко мне в губы, в нос, в глаза. То есть она так никогда не делает. И с одной стороны, я рада, потому что, ну, реально, не надо мне язык в рот сувать собакей. Хотя я люблю тебе мою кнопочку, но это не очень. Ты же там свой пиатрик. Улежишь. Ну, вы сами понимаете. И с одной стороны, мне как бы это хорошо, а с другой стороны, я постоянно говорю, ну, почему она не поцелует меня, почему она меня не любит, почему она не хочет меня поцеловать. Я постоянно говорю, поцелуй, поцелуй, поцелуй. А она не понимает. Не хочу рассказывать и гневить вас, но долго держалась и скрывала это от вас. Не хотела вам это рассказывать. Вы знаете, что сейчас Карина в Лондоне, и она там ходит, деньги тратит. Да ладно, нет. Я просто, когда я покупала сумку Dior, я зашла в Prado, потому что я очень сильно давно хотела сумку от Louis Vuitton, которая вот такая вот через плечо. Блин, я думаю, вы уже знаете, ее видели сто раз. Многие блогеры ее себе купили, звезды, все такое. Ну, ее типа хрен найдешь, достанешь. Конечно, я не смогла ее достать, найти, потому что в тот день, когда я покупала, я снимала это тоже, по-моему, на влог, в тот день, когда я пошла покупать сумку от Louis Vuitton, ее там не оказалось, и я купила сумку от Gucci, которую вы видели у меня. Вот, то есть сумку от Gucci я не планировала, типа, покупать. Я не за ней шла, но она мне тоже очень сильно понравилась. Я ее люблю безумно. И сейчас, когда уже прошло время, я перестала болеть вот этой любовью, мечтой купить себе эту сумку от Louis Vuitton. Я подумала, да пошла ты! И, в общем, когда я покупала сумку от Dior, я зашла в Prado, и я помню, что, когда я там была в прошлый раз, там были из такого материала, как клеенка, я не знаю, как объяснить. Из какой-то типа как клеенка, ну, понятно, не клеенка, а качественная, там что-то другое, по-другому материалу называется, просто не знаю, как он называется. Короче, были сумки, тоже такие, типа, через плечо, вот здесь какая-то хрень висит, и, типа, сумочка, и можно с ней ходить, можно ее прицепить. И я подумала, вау, какая классная, но материал мне не нравится абсолютно, я не хочу себе сумку вот с такого материала. Она такая вот чисто прям спортивная, знаете, такая, как балоневая какая-то, я не знаю, как это назвать, как штаны, блин, зимние. Ну, короче, я такую не захотела. Мне понравилась она тем, что моделью, типа, похожа на ту, которую я хотела от Louis Vuitton, в общем-то, эти разговоры про бренды, но из-за материала я такая думаю, ну, не хочу. Уже после того, как я купила себе сумку от Dior, захожу я в Prado, просто посмотреть, ну, вы знаете, я только так обычно захожу в магазины, и я вижу эту сумку в козе, в черном оттенке, в зеленом, в красном, и есть еще в бежевом. Я думаю, просто восторг! И стоит она, блин, вот как две мои от Dior, понимаете, даже еще останется. Я думаю, красотища, но ладно. Я и так охренела, я купила себе очень дорогую сумку до сих пор, иногда думаю, просто мне кажется, я в ближайшие годы полтора-два вообще ничего не буду себе покупать, потому что это вот настолько, знаете, лимит исчерпан, брендовых вещей хватит. Но тут, короче говоря, я присылаю все это дело Карине, говорю, брат, это просто персик какой-то свежий, армянский, такие сумки увидела, кожаные, бежевые, черные есть, это просто мечта, просто любовь. Честно, в тот момент, вот если бы у меня оставались деньги, я бы взяла и купила ее, но ее не было в бежевом цвете, в сумме не было, этой сумки от Prado, и я, короче, скидываю Карине, она говорит, вау, мне нравится. Она, короче, пошла в магаз, раз померила ее, прислала мне фотки, видео, говорю, блин, брат, мне нравится, я куплю ее, Карина мне пишет. Я говорю, брат, купи мне тоже. Прикол в том, эта сумка в Лондоне выходит дешевле, чем в Москве, из-за того, что tax-free. И получается, что где-то тысяч на 10, мне кажется, она, ну, плюс-минус, да, 10, не знаю точно, она, типа, дешевле выходит. Я говорю, Карине, типа, братан, возьми, по-братски, мне тоже. И вот сейчас Карина, не знаю, насколько прямо сейчас, но она должна ехать в магазин Prada. Она уже два дня назад купила эту сумку. Она купила две сумки, но была только одна в наличии. И вот вторую как раз сегодня привезли. Это значит, что когда Карина приедет из Лондона, мало того, что я увижу свою любимую подружку, я так скучаю, жду, и не знаю, как Карина, в каком состоянии вообще она мне ее привезет, в коробке, с пакетом, или просто в пыльнике с коробкой. Ну, я не знаю, не знаю, но мне, честно говоря, пофиг на эту коробку. Я хочу, чтобы она привезла мне вот так вот прямо вот как из магазина, но я понимаю, что человек и так везет мне как бы сумку с Лондона. Это и так как бы геморрой, поэтому, ну, блин, как привезет, так привезет. Главное, чтобы она, ну, живенькая была, не помялась. Мне, в принципе, пофиг на коробку, главное пыльник, да, модный вот этот, который я обычно использую, блин, под всякую фигню. Мы будем менять постельное белье, серое, любимое, и будем его отпаривать. Помнишь, как в тот раз мама что-нибудь включит, какое-нибудь мужское или женское, ну, ты знаешь. Ну, вставай, чего лежишь, вставай. Это Вивенина сережка. Ну, блин, сережка, сейчас начнете. Стразик, который у нее на ушке был. Вив, ты узнаешь? Узнаешь? Узнала? Узнала, говорю, нет? Это уже вторая. Ну, у нее как раз две и было в ушках вот здесь приклеено. Ну, я просто показать, я просто показать. Сколько бы я не складывала вещи, все равно каша какая-то. Вива, помогай. Господи, как же приятно спать на отпаренном, на отглаженном постельном белье. Это просто восторг, девочки. Реально. Я помню, когда дедушка жил в Москве, и я еще очень часто приезжала на дачу, он просил меня отпаривать, ой, он просил меня гладить постельное белье, ну, рубашки, там, еще что-то, но мне не сложно, и у внучка, все такое, люблю, без проблем. И я гладила постельное белье, ну, не знаю, сколько лет, мне было 15, 14, 16, и я все время думала, господи, зачем гладить постельное белье, ты же на него ляжешь, оно все будет мятое, вот посмотрите на кровати, часть, оно все мятое, конечно, оно стало таким мятым, но когда я все это подладила, было так приятно на этом спать, жутко мятое. Пивочка, включай отпариватель, надеюсь, там достаточно воды, потому что обычно этим занимается слава, он сейчас уехал, на занятия. Знаете, я счастлива, то, что у нас появился отпариватель, я уже об этом рассказывала, но дело в том, что, как я и говорила, я ненавижу гладить, и суть в том, что у меня все вещи, они вот типа такого качества, такого материала, который, ну, не нужно гладить, они тянутся, они и на мне, типа, гладятся, знаете, так сказать, и у меня очень много вещей, почти все, они именно из такого материала, который гладить не надо, потому что, ну, он и не мнется-то, но вот у славы все почти, футболки, все просто, постоянно мятое, потому что оно все из другого материала, и я чувствовала какую-то, знаете, не вину, а типа то, что, блин, что за хозяйка, я не могу погладить своему мужчине футболки, еще что-то, но я так это ненавидела, потому что я ненавижу гладить, а сейчас я дико кайфую, что все просто идеально выглажено, отпарено, и это приятно, я думаю, Слава кайфует, зайчик, не уходи, девочка стоит здесь, ждет, когда я закончу, да вот, залезай на этот, садись на мягенькое, там тебя робот-пылесос сейчас достанет, садись, иди сюда, иди, садись сюда, сзади здесь, бусиночка мамина, просто посиди рядом с мамой, чего ты уходишь, я ей говорю, садись на этот, на одеяло, хоть кто-то подождет здесь, посиди здесь, малышка, кто-то стоит, ждет, да мне долго еще, садись здесь, иди, знаете, мне так приятно, девочка написала, типа, в восторге от моей черты характера, потому что я такая чистюля, люблю, когда все чистенько, убрано, ну, блин, я, честно говоря, не совсем понимаю людей, которые этого не любят, точнее, наверняка, всем приятно жить в чистоте, когда все идеально, когда ты ходишь, ничего к ногам не прилипает, у тебя все глаженное, чистенькое, вкусненькое, ну, без пыли, без всего, я думаю, все такое любят, но, люди ленятся, убираются, и я, честно говоря, не верю в то, что ты не можешь найти хотя бы час в день, чтобы убраться, понятно, ты не сделаешь генеральную уборку за один час, но если ты, там, 3-4 дня подряд будешь уделять час времени уборке дома, блин, ну, будет реально очень хорошо, так, поехали, . Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что обычно, знаете, все настолько мятое, что сейчас все идеально Дамы и господа, пыль, которая налетела Вы представляете, я с этого просто в шоке И так постоянно, когда я меняю постельное белье, с одеждой, с вещей, все это летит Я просто не знаю, как от всего этого избавиться Ох, так что сейчас буду пылесосить, потому что робот пылесос сюда не заезжал Застелила, пылесосила, я вот поставила его на зарядку, он уже зарядился, я уже тут пропылесосила Что нам осталось, Вив? Искупаться! Это это на стульях, это чтобы робот пылесос не мучился Мы с Вивеной готовы! Готовите! Мне написала Слава, что он уже закончил, ездит домой И я очень проголодалась, я думаю, что он тоже Поэтому мы с Вивеной будем резать салат! Блин, Вивочка, я надеюсь, что тебе нравится Как понять, нравится или нет? Знаете, в чем суть? Вы можете подумать, что ей не нравится, и я мучаю ее Вы же понимаете, что все собачки разные, и вот наша собачка, она обожает сидеть на ручках Она постоянно умоляет нас об этом Сегодня у нас будут стейки И два разных стейка, причем Один я только что заказала с Яндекс.Лавки И все помидоры тоже, хотя, оказывается, они у нас были А другой заказывал с Эко-маркета Какой будем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, я забыла снять вам красоту, и мы начали уже есть Вот это мясо, которое я положила Славе, вот этот большой кусок, очень вкусный Ну, этот, кстати, тоже, но такой просто мы еще не пробовали Это рамп, так что рекомендую заказывать его Рис у меня получился сегодня съедобный Вот прям нормально, ну, типа, не супер, вообще далеко до идеала, но съедобный На этом я с вами заканчиваю Надеюсь, что вам понравился мой влог Ставьте лайки, оставляйте комментарии Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok